В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Нарушения правил дорожного движения будут бить по карману. В России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения на дорогах. Ремонт идет, труба течет. В одном из районов Южного Дагестана снова проблемы с водой. Работайте, братья. Всероссийскую акцию в памяти героя России Магомеда Нурбагандова поддержали дорожные полицейские Дагестана. 10 января в России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Документ размещен на официальном портале правовой информации. В частности, злостным нарушителям ПДД грозит до трех лет тюрьмы за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км в час. Кроме решения свободы, закон также предусматривает денежный штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Также за решеткой могут оказаться водители, лишенные прав, но пойманные за рулем. Им грозит до двух лет колонии. Кроме того, в наступившем году предполагается введение и новых штрафов. К примеру, если водитель не остановит машину по требованию сотрудников ГИБДД, ему придется оплатить 40 тысяч рублей. Изменения в новом году коснулись не только правил дорожного движения, но и минимального размера оплаты труда, пенсионных начислений и не только. Какие выплаты и на сколько выросли, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Минимальный размер оплаты труда повысили с 12 792 рублей до 13 890 рублей. Вырастет и прожиточный минимум 13 793 рубля для трудоспособного населения, 10 882 рубля для пенсионеров и 12 274 рубля для детей. Размер материнского капитала теперь будут пересматривать ежегодно с 1 февраля. В текущем году маткапитал составляет 503 237 рублей при рождении или усыновлении первого ребенка – 665 9 рублей второго и последующих. Увеличились и детские выплаты. Больше семей сможет получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Пособие назначат, если доход каждого члена семьи не более двойного прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Размер пособия также вырос. Он равен текущему прожиточному минимуму для детей. С января страховые пенсии по возрасту выросли на 5,9% в среднем на 1000 рублей. Пенсионеров-банкротов освободили от удержаний. Социальные пенсии повысят 1 апреля. Для работающих пенсионеров пересчет будет производиться с 1 августа. Чтобы получить страховую и социальную пенсии по инвалидности с этого года, не нужно писать никаких заявлений. Также без лишней писанины будут осуществляться назначения больничных, декретных и пособий при рождении ребенка. Электронный больничный лист стал обязательным. Вырос максимальный размер пособия по больничному до 2572 рублей в день или около 80 тысяч рублей в месяц. В Дагестане один из самых высоких показателей младенческой смертности по стране. По данным Росстата, с января по ноябрь прошлого года больше всего грудных детей умерло в Москве 440 младенцев. Второе место у Дагестана – 332 малыша. Далее идут Московская и Ростовская области и Краснодарский край. Отметим, за этот же период позапрошлого года в Дагестане умерло 283 ребенка, не достигших одного года. Между тем, страдают малыши и от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике переболело свыше 10 тысяч детей. Таковы данные официальной статистики. Зарегистрировано более 8 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Чаще всего болеют школьники от 7 до 17 лет. На их долю приходится 67% случаев. В 33% случаев заболевание зарегистрировано в возрастной группе до 6 лет. С начала пандемии 20 детей с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, несмотря на лечение, врачам не удалось спасти. Более половины из них были в возрасте до 2 лет. Отметим, что в конце ноября 2021 года Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей «Спутник М». Полицейские нашли и молодых девушек, совершивших ДТП в Каспийске. Инспекторы установили и доставили в отдел двух 17-летних жителей Махачкалы. В содеянном они сознались. По словам девушек, в ночное время они находились в одном из ночных заведений вместе с приятелями. Мужчины изрядно выпили спиртного и заснули. В это время их молодые спутницы взяли ключи от автомобиля и уехали. Девушка, находившаяся за рулем, не справилась с управлением и совершила ДТП. Собранный полицейскими материал передан в Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану для принятия процессуального решения. Трубу снова прорвало. Ремонтные работы на линии водовода Джепель-Гобцах в Южном Дагестане, судя по всему, выполняются не совсем качественно. На любительском видео, которое отправили нам местные жители, вода продолжает течь на одном из участков новой трубы. Напомним, авария на водоводе произошла на прошлой неделе. Тогда без воды остались сразу пять населенных пунктов. Джепель, Гильяр, Куисун, Магарамкент и Гобцах. Это более трех тысяч человек. Местные власти сразу же приступили к ликвидации ЧП, однако говорить о полном восстановлении водоснабжения пока рано. Сотрудники госавтоинспекции МВД Дагестана провели всероссийскую акцию «Работайте, братья». Она посвящена памяти героя России Магомеда Нурмагандова и всех погибших сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие открыл начальник управления ГИБДД по республике, полковник полиции Александр Шалагин. Сегодня было бы 37 лет нашему герою, трагически погибшему от рук боевиков, нашему боевому товарищу, лейтенанту полиции Нурмагандову Магомеду Нурмагандовичу. 10 июля 2016 года бандиты, убив Нурмагандова Абдурашида, потребовали от Магомеда Нурмагандова обратиться с призывом к нам, с вами, к нашим коллегам, уволиться из органов внутренних дел. Но в ответ Магомед перед лицом неминуемой смерти с гордо поднятой головой произнес слова «Работайте, братья». Что стало девизом для всех нас в борьбе с терроризмом?» Участники акции почтили память героям минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В завершении мероприятия сотрудники ГИБДД в рамках акции наклеили на служебные автомобили стикеры с портретом Магомеда и его словами «Работайте, братья», после чего отправились на маршруты патрулирования. Муфтият подвел итоги своей деятельности за 2021 год в Южном Дагестане. По этому случаю в Дербенте состоялось торжественное мероприятие. Выступающие говорили о проведенной работе сотрудниками духовенства газеты «Ассалам» и фонда «Инсан». Помимо докладов, гостям показали видеоролики о прошедших духовно-нравственных мероприятиях. В завершении отличившихся религиозных деятелей наградили благодарственными письмами и подарочными сертификатами на совершение малого паломничества в Мекку. В первую очередь, что бы сказал посланник Аллаха, алейсаляту вассалям? Думаю, то, что с сахабам он говорил, то и нам сказал бы тоже. В первую очередь, чтобы мы были все одной командой, чтобы все дружно, вместе, едино мы работали, друг друга поддерживая и по-настоящему друг друга любя. Пока этой любви не будет, ничего вперед не пойдет, братья. 30 миллионов рублей на сельский дом культуры потратят в Ногайском районе. В селе Кунбатар сейчас идет строительство объекта. Его возводят благодаря нацпроекту «Культура». На данный момент готовы корпус здания, кровля и окна. Идут внутренние работы. Дом культуры планируют оборудовать комфортным залом, рассчитанным на 300 посадочных мест и библиотекой. Сдача объекта предусмотрена в этом году. И о спорте. Защитник Шамиль Гасанов подписал контракт с махачкалинским «Динамо». Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на полтора года. До перехода в «Динамо» Гасанов защищал цвета другого столичного клуба – «Легиона», где был капитаном. Шамиль известен и по выступлениям за «Анджи». В составе этого клуба он играл под руководством Руслана Агаларова, нынешнего сопротивного директора «Динамо». Гасанов регулярно выходил в основном составе в играх российской премьер-лиги, сыграв в общей сложности более 30 матчей. Магомед Шапи Сулейманов начал забивать. Дагестанский полузащитник турецкого «Гереснуспора» принес своей команде победу над «Галатасараем». Игра проходила в рамках 20-го тура чемпионата страны. Сулейманов отличился на 11-й минуте встречи. Матч завершился со счетом 1-0. Этот гол стал для Шапи вторым в нынешнем сезоне при трех голевых передачах за турецкую команду. Смотрите нас на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.